Здравствуйте! Хочу предложить вам вот такой немножко необычный стример, который будем изготавливать с пропеллером. Довольно-таки результативен, когда рыба плохо откликается. Очень шумит. Шумит, конечно, конкретно так, что практически рыба реагирует. Если она кормится, то сразу. Давайте приступим к вязанию. Для этого я с алюминия изготовил вот такой импровизированный лепесток. Выточил латунную бусинку и поставил парочку пластиковых бусинок, для того, чтобы они выполняли у меня роли отражателя. В качестве хвостика я возьму щепоточку красного меха, совсем-совсем маленькую щепотку, так, чтобы обозначить точку прицеливания. Окунь реагирует очень хорошо. Летом, когда были моменты не совсем хорошего клёва, цвела вода, очень выручал такой стример. Сейчас осень, не менее актуален наш стример. Попробуйте, может вам пригодится. Креплю хвостик так, чтобы он огибал у меня полностью всё цевьё. Вот так. И прихватываю. Единственная сложность, это то, что здесь очень удлинённое цевьё. Я повторюсь, для вязания вот таких стримеров, где требуется очень длинное цевьё и, допустим, нет подходящего крючка, я использую крючок, который изготовлен специально для ловли бычка. У нас его называют бычковым. Поэтому, если у вас нет такой возможности, на канале другом я изготавливал с помощью добавления дополнительно оськи. То есть, удлиняем просто-напросто своё цевьё. В следующем я беру пучочек белого меха писца. Так, чтобы у меня он был значительно длиннее. моего красного. И также стараюсь, чтобы хотя бы с двух сторон огибал мех-цевьё. Вот так. Прихватили. Посмотрели. Всё нас пока устраивает. Для того, чтобы была помимо шумовой ещё и световая наша привлекательность, закрепим немножечко люрекс. Те остаточки, которые у нас остаются при вязании, я подобрал их все. И сейчас пущу в дело. Подберём по длине. И закрепим с одной и с другой стороны. Для того, чтобы качественно работал стример и пропеллер вращался, необходимо, чтобы лепесток был изготовлен из хорошего материала. В частности, я взял алюминиевую линеечку и от неё отрезал она уже немножко состарилась, и от неё я отрезал необходимое количество. И теперь я беру фломастер. И свой хвостик буду разукрашивать под окуня. вот такими полосочками. Можно и не разукрашивать, а ставить так, как у нас есть. Поэтому выберите сами, как вам будет удобно. Вот, приблизительно так мы и оставим. Теперь для того, чтобы изготовить тело, мне ещё необходимо будет вот такое пёрышко гризли. Я его закреплю у загиба и сделаем издабинное тело. Цвет вы можете подобрать для себя сами, но учитывая то, что у нас стример светло-окунёвых таких тонах можно свободно использовать белый. Попробую белый. Блестящих элементов я больше не добавляю, потому что достаточно уже того, что есть. Просто подровняем сейчас так, чтобы у нас оно имело форму. Не сильно увеличивая его в диаметре. вот так немножечко создадим небольшую конусность, и я думаю, будет вполне достаточно. Теперь я возьму пёродержатель, так как пёрышко коротенькое. и сколько будет получаться витков, столько мы с вами с равным шагом и выполним. возле нашей латунной бусинки сделаем пару полных оборотов И здесь же закрепим перо. Для того, чтобы не делать лишних узлов, я сейчас отрежу перо, чтобы мне не мешало. Промажу нитку клеем и здесь делаю завершающий узел. Буквально парочка оборотов будет вполне достаточно. Вот так достаточно. И наш немножечко необычный стример готов к работе. Работает, конечно, хорошо. В этом вы убедитесь сами. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова